Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер за бортом плюс 18 градусов Мы сейчас находимся на стандартной, так сказать, плазе То есть сборище всяких разных магазинов на Вест Айленде Вот, рядом у нас находится торговый центр Fairview Это просто сообщаю для тех, кто просит комментировать, где я еду И делаю маленькое видео по поводу того, что сегодня газета La Presse Опубликовала очень интересную информацию по поводу работы Министерства миграции Значит, что они сказали? Они сказали, что адвокаты сделали запрос в Министерство миграции С тем, чтобы все сообщили о том, какие результаты деятельности Министерства миграции за последнее время И, собственно, Министерство миграции отчиталось, что в период... Пойдем, по-моему, прямо В период с мая В период за мая, точнее Было рассмотрено более 600 эмиграционных дел И, внимание, друзья мои Из этих 600 дел с хвостиком Одобрение То есть, сертификат отбора Получило только 60 с хвостиком Там, 60, по-моему, 5 или 67 дел Остальные, как вы понимаете, были отвергнуты И люди после этого получили письма счастья отказа Что, собственно, вы не соответствуете критериям Министерства миграции и КВБК Соответственно, сегодня же утром Премьер Лего выступил с речью Сказав, что система По которой, собственно Работает сейчас Министерство миграции Она четко отслеживает потребности рынка труда И, соответственно, те люди, которые... Как называется? Человек встал и... И встал Причем ни туда, ни сюда Система, по которой Министерство миграции оценивает досье Она не соответствует требованиям потребностей компаний И поэтому такой большой отбор То есть получается, что на сегодняшний момент Вот из тех 18 тысяч, которые были на конец прошлого года Только порядка 10% получают Из тех, кого рассматривают вообще в принципе Получают одобрение Все остальные летят в мусорное ведро Но не просто автоматически в мусорное ведро летят А после того, как к ним применяют Уже какие-то новые критерии Мне кажется, это очень интересная информация Получается, опять же, в этой статье Прозвучала информация, что До сего момента Критерии по... Сейчас, как я уже сказал Это всего лишь 10% И, собственно, последнее, что хотел сказать Это то, что Министерство миграции Говорит, что мы работаем в нормальном режиме Но в любом случае То, что мы показываем такие цифры Это просто так получается Такие кандидаты Сегодня же, кстати, Министерство Точнее, Министерство А правительство Квбека Заявило, что Оно планирует Все-таки, да Я вам говорил о том, что Есть такое правило Которое было принято в МН Когда была принималась Конституция Что каждая провинция имеет право Для реализации внутреннего закона Забанить действия Каких-то положений Конституции Или Харти Как вы знаете, в Канаде существует Харти Всяких родных свобод И вот закон по поводу иммиграции И по поводу Ой По поводу светскости Квбека Нарушает определенные положения Этой самой Хартии свобод Для того, чтобы Принять И самое главное Реализовать Закон о светскости О том, что люди не имеют права Кто получает зарплату от государства В рабочее время показывать К какой религии он относится Для того, чтобы реализовать Этот самый закон Квбек будет использовать То есть они уже официально заявили Будет использовать это свое право Для того, чтобы этот закон Реализовать в Квбеке Так что Такая вот у нас ситуация И плюс, кстати, сегодня Кокисты обвинили в том Что либералы Которые находятся в оппозиции Они всячески блокируют И парализуют работу Парламента Не давая возможность Правящей партии Реализовать все свои законы Но Но Поскольку У кокистов все-таки Преимущество в голосах Да, у них все-таки Полноценное большинство в парламенте Это просто досадное Неприятное, так сказать Положение вещей В то время как Реально Закон все равно будет принят И во большинство Как я уже сказал Находятся у кокистов В общем, такие новости Такая статистика Всем отличных выходных Отдыхайте Насладайтесь жизнью Счастливо